добрый день всем у нас сегодня он очень красивый несмотря на то что очень холодно на улице утром показывала плюс 5 кажись градусов в общем холодно на солнечно два дня было дождливых и вообще непогода на украине вышивала а у меня новый проект вышивальный на машин это машинная вышивка вот я уже два дня этим занималась так как это не очень быстро движется вот такой квадратик вышивается больше двух часов машину я не хочу нагружать сильно поэтому два запяливания в день вот у меня вот здесь одно было запяливание вот вот здесь было второе запяливание и вот такой кусочек остался был на второй день и этот вот вчера я этих два запяливания сделала значит чего как бы немного расскажу чего начинается машинная вышивка ну конечно же с подбора дизайна выбираешь нравится тебе вот сейчас я покажу этот дизайн полностью у меня все хранится на яндекс диск вот здесь скриншотах и пошли мы вот он подушка это вообще-то должна быть подушка вот такой дизайн ирисы будут у меня немного цвета я подобрала другие чем рекомендовались по нехватке некоторых вот как всегда много не так а когда надо какие-то значит не хватает я перескакиваю программа для крестика у меня стоит патент мейкер на ней я работаю очень удобно самостоятельно ее осваиваю потому что есть курсы на эмброидере но отдаленное по интернету обучение но я не скажу что мне подходит дороговато все таки для меня это надо мне выложить больше своей пенсии за эти курсы я бы пошла ну не имею возможности значит патент мейкер у меня на компьютере стоит здесь у меня android поэтому здесь нету я выбираю понравившийся дизайн и перевожу машинную вышивку потому что там и для ручной вышивки эта программа и для машины обычно дизайны которые я скачиваю они имеют формат hsd а мне надо джефф поэтому я там перевожу и формат под машину свою и еще делит сама программа делит под пальцы которые ты выбираешь на джаном ки двое пялиться вот такие 126 на 110 и большие они небольшие для других машин это маленькие для джаном ки это большие 140 на 200 но так как в джаном ки крепление с одной стороны и но все кто вышивает говорят что эти большие пяльцы они ветляют там и получается смещение поэтому рекомендуется на маленьких но если на маленьких пяльцах это значит что придется в два раза больше делать стыковку запяливание потому что поле вышивки небольшое вот и у меня здесь будет 9 запяливание вот я уже 4 прошла и 9 а всех 9 значит еще 5 запяливание мне я стыковку делаю при помощи это у меня попугай так подгрызал я только вот заметила вот не от негодник какой при помощи стану этого трафарета вот я пальцы когда запяливаю ткань я ориентируюсь здесь они немножечко пяльцах это самое вот я должна запялить чтобы меня этот квадрат вот этот лег вот так здесь натянется немного потому что вот до этой точки здесь видно вот эти стыковочные стежки вот они имеются и вот я должна состыковать и начинать будет пятая часть состыковочных и вот я проверяю чтобы точно попало вот в эту точку и дальше и в эту точку значит и еще с этой стороны чтобы ровненько прошло по этой стороне вот я не здесь как вы понимаете что это достаточно сложно во всяком случае для меня хотя я немножечко уже руку так сказать набила но все равно сложновато все таки когда первое самое легкое а потом попадает в одну сторону а здесь вот в 2 будет уже вышивка здесь с этой стороны нету вышивки поэтому стороны по-разному ложатся и надо чтобы ровненько легло все это под прямым углом я использую еще такие сделала прокладки чтобы не так сползала на больших я века пластырем чтобы низко не скользила ткани потому что как не затягиваешь винт все равно она скользит вот у меня и уехала ровно как будто бы ложила чуть-чуть и в общем так вот я как-нибудь стыковку сниму значит еще по поводу программы по тонн мейкер при том как я разделяю этот дизайн сама программа делит ты там водишь величину своих пялец и она сама делит под эти пяльца вот и перевожу только я указываю какой мне формат надо куда я сбрасываю эти уже поделившиеся части я еще оставляю в той же папке где находилась этот дизайн а потом через трусайзер есть такая программа тоже для вышивки я уже скидываю на флешку значит когда программа делит она еще создает документ вот сейчас я его открою вот документ здесь поделено ну вот на 9 частей вот на каждую часть указывается номера ниток вот даже столько столько стежков будет и сколько времени вышивается так наверное нет как будто и больше ну в общем вот здесь видно вот 9 цветов и номера вот они все у меня сложены под таким номером они машина будет показывать вот не надо заглядывать потом вот прежде чем начинать новую часть я запяливаю вставляю машину и поэтому номер вот буду вышивать пятую пятую да вот она у меня 5 значит я в такой последовательности сложила все цвета машина она будет мне сигнализировать когда менять цвет и я в этой последовательности я не смотрю что там пишет машина потому что у нее совсем друг другую назначение идет чем там у нее выставлены совсем другие нитки вот дженом китами еще не помню уже какие в общем я тем номерами тем рекомендациям я не следую я следую вот этой распечатки очень удобно я раньше говорила там видео яндекс диск я все здесь храню компьютер у меня открывается очень редко а вот на планшете или на смартфоне я открываю яндекс диск и нахожу все что мне необходимо палитру цветов дизайн этот чтобы посмотреть вот все необходимое но конечно же что я сохраняю тот документ который идет вместе с этими разделенными частями я его открываю word и сохранить как и сохраняю на яндекс диске в папке скриншоты и здесь же рисунки дизайну вот так у меня идет машинная вышивка мой новый проект как будто бы не знаю это рекомендуется подушка но наволочка для подушки но я не знаю может для чего-то другого придумаю дизайн очень понравился он более насыщенный чем на видео вот буду сейчас запяливать и продолжать вышивку здесь еще мне вот это пройду больше а здесь уже будут идти такие узкие по ширине такие но более узкие